Диаметр графа Диаметр графа Диаметр графа От каждой из них найти максимальное расстояние до всех остальных вершин Это можно сделать за один проход графа У нас граф не нагруженный Поэтому простой обход Скажем в ширину Дает вам возможность найти максимальное расстояние от заданной вершины до всех остальных После того как мы это сделаем Можно пройти по всем вершинам Для каждой из них найти максимальное из минимальных расстояний Ну и потом из всех вот этих минимальных расстояний выбрать максимум В общем для этого нужно n раз пройти граф Ну Долго конечно Но не чрезмерно Второй вариант В принципе можно сразу же найти Все Минимальные расстояния от каждой вершины до каждой Сформировать матрицу Таких минимальных расстояний Ну для этого можно применить Известный всем алгоритм Флойда Воршала Хотя конечно здесь Это немножко тоже Из пушки по воробьям Потому что граф то не нагруженный Там ребра все одинаковые Одной и той же длины единица Поэтому этот общий алгоритм Он тоже работает примерно столько же Порядка n в кубе Операций делается в этом алгоритме Ну правда зато очень простой алгоритм Очень легко записывается Правда совсем какой-то такой получается Нефункциональный Потому что ну Ну формируется матрица И в этой матрице мы начинаем Делать действия такие Ну Может быть не так интересно Но просто и быстро тоже В общем я считаю что два эти Способы решения примерно равносильные Действительно скорости работы Оказывались достаточно хорошими И граф 50 или 100 вершин В общем-то довольно С приемлемой скоростью обрабатывался К сожалению Были все-таки Решения В которых Ну вот что-то вроде бы Вроде бы тот же самый Алгоритм применяется Там тот же самый алгоритм Флойда Воршала Или тот же самый Алгоритм Вот когда последовательно Для Н раз Просматривается Граф Но Неаккуратно Как-то делали И получалось Очень долго То есть какое-то у меня Такое Впечатление Что там Кое-где Кое-в каких решениях Получался такой Экспоненциальный взрыв В результате чего Диаметр Там для графа В 50 вершин Считался Очень долго Или какие-то Очень сложные Иногда Выбирали Структуры Данных Чрезмерно Сложные Алгоритмы Предлагали Ну не для Такой Это простой Задачи Здесь Не за чем Мудрить Ну вот Два варианта Этой функции Вычисления Диаметра Такие Очень простые Оба варианта Первый вариант Когда я Н раз Прохожу Граф Один Проход Графа Делается С помощью Вызова Find Bread Вот здесь Вот Граф Проходится Начиная С каждой Вершины С Итой При Этом Проходе Вычисляется Минимальное Расстояние От Этой Вершины До Всех Остальных Ну После чего Из всех Этих Минимальных Расстояний Выбирается Максимум И это И есть Диаметр Что касается Прохода По графу Можно По разному Делать Ну Мне понравились Решения В которых Честно Организовывалась Очередь Потому Потому Что Действительно Обход В ширину Здесь Ну Нет Смысла Никакого Больше Огорода Городить Имеет Смысл Действительно Просто Вот Обойти Граф С помощью Очереди Ну Я Здесь Немножко По-другому Поступил Я Просто Воспользовался Тем Алгоритмом Обхода Который Был Уже Представлен На Лекциях Кстати Многие Тоже Так Поступили И Это В общем Тоже Почему бы и нет Раз уже Есть решение Зачем Придумывать Еще Какое-то Еще Какое-то Новое Вот И Практически Скопировал Из лекции Это решение С небольшими Изменениями Изменения Касаются Того Что В лекции Там Искали Множество Всех Достижимых Вершин А здесь Ищется Расстояние Минимальное Ну Минимальное Расстояние До Каждой Из вершин Из них Выбирается Максимум Из этих Минимальных Расстояний Так В принципе Программа Вся та же Самая Вот Основная Функция BF Search Единственное Единственное Ее отличие Состоит В том Что Вот Один Из Передаваемых Аргументов Это Тот Текущий Достигнутый Тот Текущий Максимальный Из всех Минимальных Расстояний Которые Достигнуты На данный Момент Ну А так Дальше Там Все Как В лекциях Было То есть Когда Фронт волны Оказывается Пустой То Мы говорим Что мы Дошли до конца И выдаем Результат Достигнутый Вершину Весь граф Пройден Ну В противном Случае Запускаем Рекурсивно Алгоритм Формируя Новый Фронт Волны Такой Проход В ширину Волной Работает Достаточно Быстро Вот В качестве Теста Представлен Граф В виде Такого Велосипедного Колеса 100 вершин Расположенных По кругу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 100 Сотая Связана С первой И Еще Спицы Такие Приведены Из каждой Вершины В противоположную Ну Можно описать Это так Что номера Вершин Отличаются Либо на единицу Соседние вершины Либо ровно На 99 Но это только Сотая и первая вершина Либо на 50 Отличаются Номера вершин Это вот Противоположные вершины Можно прикинуть Каков диаметр Этого графа Оказывается Максимальное расстояние Между вершинами Получается В том случае Если приходится Пройти Четверть Вот этого Круга Даже используя Спицы Никак Ближе Не подобраться Если нужно Пройти За четверть Круга То там Существуют Обходные Способы Можно пройти По одной Спиц И потом Уже Вернуться Вернуться Обратно Поэтому Диаметр Такого Графа Это вот 25 Хорошо Известен Граф Большой Описывается Очень просто Можно запустить Тест И посмотреть Насколько Быстро Работает Функция Но не буду Этого Делать Достаточно Быстро Работает Функция На 100 Вершинах Все Хорошо Второй Вариант Той же Самой Функции Вычисления Диаметра Это Просто Алгоритм Флойда Уоршала Здесь Нужно Нужно Еще Взять Какое-то Значение В качестве Бесконечности Бесконечно Большого Значения Ну вот Здесь В этом Тексте В качестве Бесконечно Большого Значения Выбрано Довольно Большое Значение 2 в 14 Минус Единица Я по крайней Мере Уверен Что Это число Существует И даже Если его Удвоить Сложить Его же С ним же То все равно Мы не выйдем Точно За пределы Инт На самом деле В современных Реализациях Инт Это 2 в 32 Степени Так что Это В общем Запасом Большим В то же время Это достаточно Большое число Понятно Что Графы С большим Количеством Вершин Мы точно Не в состоянии Обработать Так что Это уж Еще Хороший Вариант Взять В качестве Бесконечности Число Н Плюс 1 Где Н Число Вершин Графа Тоже Заведомо Понятно Что Диаметр Никогда Не будет Больше Чем Н Собственно Даже Н Никогда Не будет Диаметр Н Минус 1 Это Максимальный Диаметр У связанного Графа С Н Вершинами Так что В качестве Такой Бесконечности Можно Взять Н Плюс 1 Дальше Формируется Матрица Честно С помощью Функции Матрикс Формируется Из графа Матрица В которой Ставятся Единицы В том Месте Где Имеется Соединяющее Ребро Ижи И Вот Этот Максинт Тот Или Иной В том Месте Где Ребра Нет Получается Исходная Матрица Для алгоритма Флойда Уоршала И потом Собственно Сам алгоритм Флойда Уоршала Который Берет Матрицу М Исходную И затем Н Раз Повторяет Одно И то же Действие Действие Над всей Матрицей По преобразованию Этой Матрицы Н Это длина Этой Матрицы М Само Это действие На самом деле Это просто Двойной Цикл Ну здесь Он разбит На две Функции На два Отдельных Цикла В принципе Можно Его Точно так же Легко Записать В один Цикл Основная Работа Делается Вот в самом Внутреннем Цикле Где Проходится Строчка Матрицы И выбирается Минимальное Расстояние Между Думя Величинами Тем Что было В этой Строчке И вот там Суммы Некоторые Ну алгоритм Флойда Воршелла Вы все Прекрасно Представляете Поэтому Что я тут Не буду Рассказывать Вот Тоже Очень быстро Работающий Алгоритм Тоже На графе Со 100 Вершинами Достаточно Быстро Работает Диаметр 25 Выдаёт Сама Функция Диаметр Вот Формирует Сначала Матрицу Потом На этой Матрице Запускает Алгоритм Флойда Воршелла Затем Выбирает Максимум Из Максимумов Максимальное Значение В этой Матрице Более Сложной Оказалось Да Вообще Минимальное Расстояние От вершины До неё Самой Да Надо посмотреть Возможно Да Я не проверял Я не проверял И тут боюсь Что-нибудь Сказать Возможно Функция Которая Проверяет Двудольный Граф Или нет Алгоритм Тоже В общем Известный К сожалению Алгоритм Настолько Известный Что Если Набрать В интернете Алгоритм Вычисления Или определения Двудольности Графа На Хаскел Вам тут же Будет Выдано С десяток Разных Вариантов Этой Программы С использованием Сложных Библиотек Хаскел Там Всего Но мы с вами Не Хаскел Изучаем На самом деле Мы изучаем Приемы Функционального Программирования А не библиотеки Вот Поэтому я Немножко Так с подозрением Всегда Отношусь К Решениям В которых Используются Сложные библиотеки Вроде мы Про них не говорили Но если люди Знают Хаскел Конечно Откуда-то еще Настолько Хорошо Что там Библиотеки Работы с графами С мэпами Со списками Все это Замечательно знают Ну в конце концов Ради бога Но как-то подозрительно Ну конечно Когда я обнаружил Вообще Абсолютную копию Одного из Решений интернета С точностью Доидентификаторов То в общем Конечно Это Это нехорошо Давайте так Не будем делать Ну алгоритм На самом деле Достаточно простой Надо тоже просто Обойти граф Если он связанный То это совсем просто Сделать обход Достаточно взять Просто произвольную вершину И запустить из нее Обход Совершенно любой обход В ширину В глубину Какое угодно Важно только Что в процессе Этого обхода Вы красите вершины Ну скажем В красные и синие цвета В классике Почему-то считается Что в красные и синие цвета Красится Там везде Везде алгоритмы Расписаны так Вот Соответственно Для каждой красной вершины Соседними должно быть синие Если мы вдруг Обнаруживаем При очередном проходе По ребру Что Мы собираемся Покрасить вершину А она уже покрашена В другой цвет То значит Граф не двудольный Это ошибка Если покрашена В тот же цвет То пока все хорошо Если совсем не покрашена То красим Вот Очень простой алгоритм Я не понимаю Почему У многих В общем-то Эта же самая идея Оказалась реализована Каким-то очень странным способом В основном Ошибка была такая Народ начинал раскрашивать Ну скажем Обходом в глубину Этот самый граф Дойдет до какого-то До какого-то конца Потом возвращаются назад А покраску убирают оттуда Не сохраняют ее Не передают обратно То есть Вот эти покрашенные вершины Они должны сохраняться При экрусивных возвратах Не надо ничего восстанавливать Ну и получалось Что значит Мы начинаем проходить Всеми возможными путями Все время Каждый раз Там это все красится По-новому Иногда конечно Удается определить Таким образом Что граф Не двудольный Но чаще всего Он почему-то Оказывается двудольным Ну нет Ну не чаще всего Ладно Вот Все-таки Это не совсем точный алгоритм Кроме того Он очень долго будет работать Вместо того Чтобы один раз Пройти весь граф Дойти до конца И сказать что все Значит вместо этого Исследуются Всевозможные пути И это конечно Очень долго Почему-то Целый набор решений Был Вот таким Проходили все пути Из заданной вершины Вместо того Чтобы сделать Один раз Обход Обход Графа С покраской вершин Ну соответственно Если вы один раз Проходите граф То алгоритм работает Очень быстро Если вы начинаете Проходить многократно То даже если там Ошибок и нету И в принципе Все работает правильно Но все равно Тогда на графе Даже в 50 вершин Там все пути Пройти Ну на каком-нибудь Таком вот велосипедном колесе Оказывается совершенно нереально Так что вот Были Варианты К сожалению Совершенно Малоэффективные Здесь опять Обход сделан На базе Все того же самого Обхода из лекции Чтобы опять Не изобретать велосипед Честно Взяты функции Из лекции Разность множеств Соединение Объединение множеств Пересечение множеств Проверка на пустоту И тот же самый Обход Графа Мы запускаем Этот обход Только он теперь Модифицирован В другую сторону Он модифицирован Теперь ему Передаются Не расстояния Не множество Достигнутых вершин Ему передаются Наборы Вершин Покрашенных В красный цвет И в синий цвет Ну вот здесь Они обозначены Первое множество И второе множество Вершин Ну а дальше Все точно так же Пускаем обход Волной В ширину Если обнаруживаем В какой-то момент Что множество Первое и второе Красных и синих вершин Пересекаются Значит Граф Не двудольный Если дошли до конца И не обнаружили Никаких Никаких пересечений То граф Двудольный Ну если не дошли до конца Тогда Общий алгоритм Добавляют Совершины Красятся В соответствующий цвет И запускается Рекурсивно Дальше проход В общем Этот вообще Один обход Графа Работает Очень быстро Еще быстрее Чем диаметр Вот Опять же Если построить Какое-нибудь Такое Скажем Велосипедное Колесо Я в основном Проверял Именно на этом На этом Тесте То очень быстро Очень быстро Работает И для колеса Из 50 вершин И для 100 вершин Ну вот Такие Результаты Я в общем За правильные решения Даже не очень эффективные Все равно Ставил восьмерки За каждую задачу Ну вот Вы имеете ввиду Что все-таки Все-таки Эти программы Должны работать быстро Там Две минуты Тут делать нечего Тут все должно укладываться Да Быстрее делать просто списком Функциональное представление Как для графа Так и для множества На самом деле Это Как бы это сказать Это интересное представление Иногда полезное представление Но все-таки Быстрее все работает С обычными списками Если уже говорить о скорости Когда-то Очень давно Я впервые Заинтересовался Функциональным программированием Когда увидел Интересное решение Классической задачи О расстановке ферзей На шахматной доске Так, чтобы они не били друг друга Классическое решение Состоит в том Что делается полный перебор И в качестве данных Для этого полного перебора Берется какой-нибудь массив Чисел Или там Массив Битовых значений В общем шахматная доска На которой Вот Расставляются эти ферзи И этот массив Постепенно туда-сюда Туда-сюда Передается Заполняется ферзями Получаем расстановку И я Внезапно Очень давным Очень давно Увидел решение На языке Дай бог памяти Алгол 68 Где на самом деле Вместо того Чтобы использовать Массив Использовалась функция Вот Примерно в таком же ключе Когда передавалась функция Хранящая в себе информацию Ну то есть Если этой функции Сказать Вот поле такое И поле такое Она отвечает Вот там бьются Находятся они На расстоянии Боя ферзей И расстановка ферзей Вся хранилась Тоже в функциях Такое вот Функциональное решение Оно было Очень непривычное В тот момент Совершенно новое Ну Такой очень Очень умный человек Его придумал Надо сказать Мне оно страшно понравилось С тех пор Меня как-то Заинтересовалась Заинтересовалась Функциональным Программированием И Потом Через какое-то время Даже стал читать лекции По этому Функциональному Программированию Так вот Это решение Конечно Было очень интересное Но работало Намного дольше Чем классическое Решение с массивами Так же и здесь С помощью Функциональных Средств Иногда Удается Получить Очень короткие И изящные Программы Но если вы Действительно Занимаетесь Промышленным Программированием То Наверное Стоит пожертвовать Изящностью В пользу Эффективности И Часто Решения Эффективные Получаются Длиннее Не такие Красивые Используют Ну какие-то Такие вот Средства Более подходящие Для Архитектуры Машины Ну и так далее И так далее Так что я С одной стороны Конечно Очень рад Когда Всякие Красивые Решения Мне предлагают И всегда В общем Это отмечаю Надо же Какое Интересное Представление Данных С другой стороны В общем Надо понимать Что в промышленности Это красота Наверное Наверное Не самое главное Ну ладно Давайте Перейдем К лекциям Мы с вами Хотим Построить Интерпретатор Или Компилятор Или И то И другое Для Функционального Языка Программирования Написать Его Для того Чтобы Посмотреть Во-первых Как устроены Все-таки Вот эти Языки Более Подробно Посмотреть Как устроены Исполняющие Системы Интерпретации Этих Языков Ну и Тем самым На самом деле Немножко Глубже Понять Что же На самом деле Происходит Когда Исполняются Функциональные Программы Для этого Мы с вами В прошлый раз Это было Давно Две недели Назад Описали Структуру Данных Для Представления Программ На языке Которые Мы с вами Называем Расширенное Лямбдо Исчисление Такое Вот Лямбдо Исчисление Сейчас Мы начнем С того Что будем Строить Интерпретатор Для того Чтобы Вычислять Выражения Записанные В этом Вот Расширенном Лямбдо Исчислении И посмотрим Как Это Делается Ивала Пла Интерпретатор Был Построен Очень Давно Ну Первый Ивала Пла Интерпретатор Когда Маккарти Представлял Лисп То Он Представил Его Вместе С Интерпретатором Языка Лисп И это Как раз Был Ивала Пла Интерпретатор Интерпретатор В котором Главную роль Играют Две функции Eval И apply Функция Apply Реализует Редукцию Один шаг Редукции Это Применение Функции К аргументу Один шаг Редукции Функция Eval Позволяет Вычислить Значение Выражения В контексте Они Постоянно Чередуются Между собой Eval Для того Чтобы Вычислить Выражение В заданном Контексте Применяет Редукции То есть Прежде всего Обращается К функции Apply Apply Для того Чтобы Применить Функцию К аргументу Вызывает Eval Для того Чтобы Вычислить Саму Функцию И Сам Аргумент И потом Уже Работает С вычисленными Значениями Значение Для меня Это Выражение Находящееся В слабой Заголовочно-нормальной форме Здесь я следую Лямбдоисчислению И Окончательный Результат Это выражение Находящееся В СЗНФ Слабой Заголовочно-нормальной форме Когда мы говорили О лямбдоисчислении То Считалось Подразумевалось Что происходит Текстовое Преобразование Выражения Каждый шаг Редукции Состоял в том Что исходное Выражение Как-то Преобразовывалось В основном Ну если говорить Об этой редукции С помощью Подстановки Когда мы Некий аргумент Подставляли Текстуально В определенное Место Разумеется Здесь мы не будем Работать с текстом Мы будем работать Со структурами данных Сложными С деревьями Которые Представляют Программу И Здесь Вместо Текста И подстановки Будет На самом деле Реализация Основанная На контексте Контекст Будет содержать Связь Между Именами Переменных И Теми Значениями Которыми Обладает Эта переменная Ну то есть Вместо того Чтобы подставлять Текст вместо Переменной Я буду говорить Вот Начиная с этого Момента Заданная Переменная Обладает Таким-то Значением И если Потребуется Вычислить Значение Этой переменной То Из контекста Берется Значение Ну это В общем Совершенно Естественный Подход Контекст Будет Представлен Просто В виде Обычного Списка Ассоциативного Списка В котором Имена Переменных Проассоциированы Со Значениями Значение Это Выражение В слабой Заголовочно Нормальной Нормальной Форме Для начала Мы попробуем Построить Энергичный Интерпретатор Который Работает Не по Не в нормальном Порядке Редукции А в Аппликативном Порядке Редукции Это означает Что когда Переменная Получает Некоторые Значения То это Значение Уже Вычислено Уже Находится В слабой Заголовочно Нормальной Форме Поэтому В контексте Все переменные Должны Иметь В качестве Значения Выражение Находящееся В СЗНФ Ну вот Значит Контекст Это список Пар Где первым Элементом Пара Является Имя Переменной Строка Вторым Элементом Пара Является Выражение Ну Я здесь Не буду Различать Выражение Находящееся В слабой Заголовочной Нормальной Форме И не Находящееся Но Фактически В контексте Будут Только Выражение Уже Находящееся В слабой Заголовочной Нормальной Форме Определим Функцию Ассок Которая Похожа На Функцию Ассоциативного Поиска Лукап Но только Эта функция Всегда Находит Значение Переменной Потому что Мы работаем Только с Правильными Программами А в этом Случае Мы из Контекста Всегда Будем Выбирать Значение Только Такой Переменной Которое Там Непременно Есть Поэтому Мне Нет Нужды Работать С типом Данных Maybe И функция Ассок Просто По Заданному Имени В заданном Контексте Выдает Значение Этой Переменной Если Имя Нашлось В списке То Выдается Значение В противном Случае Я просто Иду Дальше По списку И никогда Не бывает Так Что Я Дошел До Конца Списка И Ничего Не Нашел Ну Вот Функция Эвал Вычисляет Значение Выражения В заданном Контексте Разумеется Выполняя Редукции То есть Применяя Функцию Эплай Для функции Эвал Аргументами Являются Контекст И Выражение Исходное Которое Требуется Вычислить Если Оно Уже Находится В слабой Заголовочной Нормальной Форме Ничего Делать Не надо Оно Самое Выдается Если Выражение Пока Еще Не Находится В слабой Заголовочной Нормальной Форме Требуется Применить Редукцию Функция Эплай Функция Которая Делает Редукцию Применяет Функцию К аргументу У нас Бывают Две Разные Два Разных Вида Редукции Бета Редукция Дельта Редукция Бета Редукция Это когда Функция Определенная Программистом Скажем так Лямбда Выражение Функция Определенная Это функция Которая Может быть Либо Встроенной Функцией Либо Лямбда Выражением Второй Аргумент Это ее Аргумент Результат Это Результат Результат Применения Делается Шаг Редукции И Возможно Дальше Вычисляется Эвал Если мы хотим Интерпретировать Заданное Выражение И в этом выражении Содержится Все Все Определения Все блоки И все Прочее Просто Вычисляем Выражение То Мы задаем Начальный Пустой Контекст В нем Никаких Глобальных Переменных Не определено Ну Если вы Хотите Запустить Вычисление В каком Непустом Контексте Где Скажем Определено Определено Переменные Какие-нибудь Пи Е Еще Какие-нибудь Переменные Строковые Переменные То пожалуйста Можете Организовать Библиотечный Контекст Мы начинаем Вычисление С пустого Контекста И вот В этом Пустом Контексте Запускаем Функцию Вал Она нам Должна Все Вычислить Так что Интерпретация Выражения Это ее Вычисление Вычисление Этого Выражения В начальном Пустом Контексте В процессе Работы Контекст Будет Пополняться Ну вот Давайте я Напомню Что из себя Представляют Выражения Которые Мы Обрабатываем Из чего Состоят Состоит Программа Написанная На Расширенном Лямбдо Исчислении Тип Данных Экспор Имеет Следующие Конструкторы Интеграл И Лоджикал Это Два Конструктора Для Представления Целых Логических Значений С другими Мы Работать Не Будем Фанкшн Конструктор Для Представления Примитивной Функции Здесь Строка Это Имя Примитивной Функции Примитивные Функции Целые И Логические Значения Это Наши Константы В программе Будут Переменные Variable Представляет Переменные Лямбдо Выражение Представлено С помощью Конструктора Лямбда Где Первый Аргумент Это Связываемое Переменное Связываемое Этим Лямбдо Выражением Выражение Экспор Выражение Типа Экспор Это Тело Лямбдо Выражения Apply Применить Одно Выражение К другому Это Применить Функцию К аргументу И Наконец Блоки Простой Блок Где Определяется Одна Переменная Связывается С выражением И затем Вычисляется Значение В этом Новом Контексте И Рекурсивный Блок Где Определяется Целый Набор Вообще Говоря Взаимно Рекурсивных Определений Переменных И В этом Новом Контексте Вычисляется Выражение Некоторые Из этих Выражений Уже Находятся В слабой Заголовочно Нормальной Форме Ну Например Константы Сама 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 Константы Разумеется Находятся В слабой Заголовочно Нормальной Форме Переменная В общем Тоже Находится В слабой Заголовочно Нормальной Форме Если Иметь Ввиду Что Значением Этой Переменной Уже Является Некое Выражение Сознф Ну На самом Деле Для того Чтобы Все Таки Это Значение Получить Нужно Вытащить Значение Переменной Из Контекста Вот Все Что Нужно Сделать Лямбда Выражение Само По Себе Тоже Находится В слабой Заголовочно Нормальной Форме Но Когда Мы Говорим Что Мы Работаем С Функцией Как Созначением Что То С Ней Делаем Мы Должны Зафиксировать На самом Деле Ее Внешний Контекст Связать Эту Функцию С тем Контекстом Который Находился В момент Определения Этой Функции Так что Сама По себе Функция Само По себе Лямбда Выражение Находится В слабой Заголовочной Нормальной Форме Но Нужно Привязать К нему Внешний Контекст Вот это Очень важное Действие Оно Называется Замыканием Мы Образуем Замыкание Функции Фиксируя Тот Контекст Те значения Переменных Которые Были В момент Определения Функции Я буду Что в слабой Заголовочной Нормальной Форме Находится Не Само Лямбда Выражение А его Замыкание Блоки И применение Функции К аргументу Не находятся В слабой Заголовочной Нормальной Форме Нужно Выполнять Редукции Для того Чтобы Привести К слабой Заголовочной Нормальной Форме Вот Есть Еще Один Момент Я Добавлю В это Определение Еще Два Новых Конструктора Конструктор Клоуже Как раз Для Определения Замыкания На самом Деле Это То же Самое Что Лямбда Выражение И Те же Самые Аргументы Типа Стринг И Экспор Это Те же Самые Аргументы Которые Есть У Лямбда Выражения Связываемые Переменные И Тело Лямбда Выражения Плюс Еще Добавляется Внешний Контекст Вот Мы Образуем Замыкание И Есть Еще Одна Вещь Вот Если Я Примитивную Функцию Которая Вообще Говоря Применяется К Нескольким Аргументам Применяю К Недостаточному Количеству Аргументов То Я Образую Ну То Что Вот Мы Говорим То Что Называется Сечением То Есть Я Какие Аргументы Передал Функции А Какие Еще Не Передал И Образуется Некая Новая Функция Вообще Говоря Эта Новая Функция Тоже Должна Иметь Некоторые Представления Она Тоже Находится В слабой Заголовочной Нормальной Форме Как Вы Может Помните Но Вот Это Сечение Нуждается В своем Представлении И Вот Опер Это Будет Конструктор Для Образования Вот Такого Сечения Аргументы Этого Сечения Следующие Целое Число Показывает Сколько Требуется Еще Аргументов Для того Чтобы Сделать Дельта Редукцию Для того Чтобы Вычислить Значение Этой Функции Следующий Аргумент Строка Представляет Имя Примитивной Функции Ну Скажем Плюс И Наконец Список Выражений Это Список Уже Вычисленных Значений Аргументов Все Они Уже Находятся В слабой Заголовочной Нормальной Форме Это Уже Переданные Аргументы Фактически Исходная Функция Тоже Можно Ее Считать Сечением Которому Пока Еще Не Передали Ни Один Аргумент Поэтому Если Я Встречу Функцию То Первым Делом Я ее Преобразую Вот В такое Сечение В котором Первым Аргументом Будет Арность Этой Функции Сколько Ей Вообще Нужно Аргументов А Список Уже Переданных Аргументов Будет Пока Пустым Ну И Таким Образом Для меня Само Вот Это Выражение Фанкшн Не Будет Выражением С З Н Ф А Вот Я Его Преобразую Вот В Это Сечение И Вот Это Сечение Уже Будет Выражением С З Н Ф Аналогично Тому Что Лямбда Выражение Я Буду Преобразовывать В Замыкание И Только Тогда Буду Говорить Что Да Вот Теперь У Меня Получилось Выражение С З Н Несколько Первых Строк Функции Это Уравнение Для Случа Когда Вычисляемое Выражение Фактически Уже Находится В слабой Заголовочно Нормальной Форме То есть Каков бы Ни был Контекст Если Выражение Представляет Собою Целое Число То Его Нечего И Вычислять Аналогично С логическим Значением С Функцией Ну Мы Только Преобразуем Ее В сечение Но Эта Функция Встроенная Примитивная Арность Элити Ф Выдаёт Арность Функции Ф Сколько Ей требуется Аргументов И Пустой Список Уже Вычисленных Значений Формируется Если У меня Есть Лямбда Выражение То Я Образую Замыкание Этого Лямбда Выражения Если Уже Есть Замыкание Или Сечение То Они Уже Находятся В слабой Заголовочной Нормальной Форме С ними Ничего Делать Не Надо Еще Одно Очень Простое Уравнение Если В заданном Контексте Мы Хотим Вычислить Значение Переменной То Мы Должны Просто С помощью Функции ASSOC Найти Значение Этой Переменной В этом Контексте Остались Самые Сложные Случаи Apply И Блоки Apply Если Мы Хотим В заданном Контексте Применить Функцию F К аргументу A Я напоминаю Мы строим Энергичный Интерпретатор Тогда Мы Должны Вычислить Значение Аргумента Вычислить Значение Функции И Потом Применить Функцию К аргументу Таким Образом Вызывается Eval Для Функции F В заданном Контексте Eval Для Аргумента A В заданном Контексте И Потом Вызывается Функция Apply Которая И 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 Либо Бета Редукцию Либо Дельта Редукцию Давайте посмотрим Как Работает Функция Apply Для Двух Случаев Значением Функции Может быть Либо Замыкание Либо Сечение Первый Случай Значением Функции Является Замыкание И Здесь Вот Это Замыкание Применяется К Аргументу Ну Что Ж В Замыкании Содержится Некий Внешний Контекст Вот Этот Вот CTX Это Тот Контекст Который Хранился В Самой Функции В Замыкании Функции К нему Нужно Добавить Одну Новую Связь Переменная Х Связывается Со Значением Аргумента Значение Аргумента Уже Находится В слабой Заголовочной Нормальной Форме Я могу Связать Х С этим Аргументом Добавить То что Получилось В контекст У меня Получится Новый Контекст И в этом Новом Контексте Собственно И вычисляется Тело Функции Вот как Работает В этом Случае Apply То есть Строится Новый Контекст Вот этот Вот НС Путем Добавления Новой Пары Х Связывается С аргументом В старый Контекст Хранящийся В замыкании И затем В этом Новом Контексте Вычисляется Тело Функции Если у меня В качестве Функции Выступает Сечение И это Сечение Применяется К аргументу То Вычисление Происходит По-разному В зависимости От того Последний Это аргумент Или Непоследний Если он Непоследний То его нужно Просто добавить Список Аргументов И все Если он Последний Аргумент Тогда Уже Сформирован Полностью Весь Список Аргументов И можно Действительно Делать Дельта Редукцию И Собственно Саму Вот эту Дельта Редукцию Вычисление Выполняет Функция Интринсик Встроенной Она Применяет Встроенную Функцию Ф К списку Аргументов К списку Выражений Находящихся В СЗНФ Значит Смотрите Я строю Новый список Аргументов Добавляя К старому Списку Аргументов Вот этот Аргумент А Это я В любом Случае Делаю Если Аргумент Был Последним То делается Дельта Редукция С помощью Функции Интринсик Если Аргумент Был Не Последним То я Просто Формирую Новое Сечение В котором Будет Новый Список Аргументов И На Единицу Меньше Еще Требуется Так На самом деле Остались Блоки Давайте Посмотрим Как Вычисляется Значение Блока На самом деле Если блок Простой То фактически Здесь нет Разницы С тем Как Просто Делается Бета Редукция Один шаг Бета Редукции Фактически Делается То же Самое Вычисляется Значение Аргумента Это Значение Аргумента Приписывается Переменной Х Пополняется Контекст И в этом Новом Пополненном Контексте Вычисляется Тело Боли Можно Прямо Так И Записать Это Вычисление В новом Контексте Вот Этого Тела Где Новый Контекст Это Старый Контекст Которому Добавлена Новая Пара Переменной Х Приписывается Вычисленное Значение Аргумента В заданном Контексте Значит Я вычисляю Значение Аргумента В исходном Контексте Вычисленное Значение Приписываю Х Образуется Новый Контекст И в этом Новом Контексте Вычисляется Тело Блока На самом Фактически Можно Можно Обойтись Без Конструктора Лед Заменив Его Всюду На Эквивалентную Конструкцию Где Применяется Лямбдовыражение К аргументу Можно Посмотреть На самом деле Это все-таки Просто Некоторая Экономия Чернил То есть Если Считать Что вот здесь Вместо Вот этой Конструкции Блок Находится Конструкция Применить Лямбдовыражение К аргументу То Сначала Я должен был бы Вычислить Вот это Лямбдовыражение Образовать Тем самым Замыкание Вот этот Контекст Попадет В замыкание После чего Вычислить Аргумент И применить Образованное Замыкание К вот этому Вот Выражению Получится Вот такое Замыкание И вот Такое Выражение Ну Если посмотреть Как работает Функция Аплай В этом Случае Как она Применяет Вот это Замыкание К этому Выражению То мы Как раз И получим Ровно То же Самое Ну вот Если сравнить Назад Вернемся Если Если сравнить Вот это Выражение С исходным Выражением Вот этим То мы увидим Что фактически Это просто Сделан лишний Шаг Аплай Значительно Хуже Дело Обстоит С рекурсивным Блоком Рекурсию Мы не зря Вводили Потому что Без рекурсии В лямбда Исчисления Обойтись Сложно Ну Можно Там Игрек комбинатор Применять Применять Это Чересчур Сложно Поэтому Мы ввели Рекурсивный блок И с ним Надо работать Как-то По-особому Фактически Мы должны Вычислять Все Вот эти Аргументы Рекурсивного Блока В том же Самом Контексте Где уже Находятся Все Те же Самые Переменные Здесь же И определяемые На то Он рекурсивный Блок Конечно Если Программа Написана Плохо Неправильно То Энергичный Интерпретатор В этом случае Может просто Зациклиться Ну Есть В рекурсивном Блоке Написано Лет Х Равно Х Плюс Один И мы Пытаемся Энергично Вычислить Это Ну Понятно Что Мы Зациклимся И Никогда Никогда Не сможем Получить Результат Фактически Можно Считать Что Все Выражения Которые Находятся В правых Частях Рекурсивного Блока Вычислимы Как правило Это означает Что там Находится Определение Функций Лямбда Выражения Рекурсивные Блоки Мы вводим Для того Чтобы Вводить Рекурсивные Функции И Хотя Это Не обязательно Так Но В общем Без особого Умоления Общности Можно Предположить Что фактически Все выражения Которые Находятся В правых Частях Рекурсивного Блока Это Лямбда Выражения Определения Функций Их Значения Вычислить Всегда Очень Просто Достаточно Достаточно Построить Замыкание Но Контекст Который Вкладывается В это Замыкание Это тот Контекст Который Я Строю Это Тот же Самый Контекст Язык Хаскел Язык Ленивый И он Не будет Сразу Все Вычислять Поэтому Я имею Возможность Образовать Вот этот Новый Контекст Тоже С помощью Такой Вот Хитрой Рекурсии Я беру Все пары Х Аргумент Из Вот этого Списка Аркс Списка Списка Который Представлен В Рекурсивном Блоке Беру Все Вот эти Пары Х Аргумент И Говорю Я хочу Вычислить Значение Всех Аргументов В том же Самом Новом Контексте В том же Значение А Будет Вычислить Только Тогда Когда Это Действительно В Реальности Потребуется А Потребуется Это Только Тогда Когда Мы Будем Извлекать Значение Из Этого Контекста Можно Надеяться Что Вот Эти Все Вычисления Приведут Просто К Образованию Замыканий Приведут Просто К тому Что Вот Этот Новый Контекст Будет Запомнен Где-то Он Не Будет Использоваться Для Того Чтобы Из Него Извлекать Значение Извлекаться Значение Из Этого Контекста Будут Уже Позже Когда Мы Будем В Этом Новом Контексте Вычислять Тело Рекурсивного Блока Вот Так же Как Когда Мы Строили Бесконечные Списки Иногда Можно Было Сказать Что Это Циклический Список Мы Там Могли Построить Список У которого Есть Голова А Хвост Это Сам Этот Список В Каком То Смысле Это Циклический Список Здесь Мы Таким же Точным Образом Строим Циклический Контекст Контекст Внутри Которого Содержится Ссылка На Тот же Самый Контекст На Сам Этот Контекст Мы Воспользовались Здесь Нетривиальным Свойством Языка Хаскел Его Ленивостью Давайте Запомним Этот Момент Но Зато Это Работает Я Несколько Раз Повторял Что Я Строю Энергичный Интерпретатор Из Чего Это Следует Ну Это Следует Из Того Как Мы Обрабатывали Как Мы Выполняли Редукции Редукции Выполняли Так Вычисляли Значение Функции Потом Значение Аргумента А потом Уже Применяли Функцию К Аргументу У вас Не возникло Никаких Подозрений По этому Поводу Дело В том Что Хаскел То Язык Ленивый И Если Я Написал Вычислить Аргумент Применить Функцию Ивал Это Вообще Говоря Еще Не означает Что Действительно Аргумент Будет Вычисляться Вычисление Может быть Задержано До того Момента Когда Это Значение Понадобится Так Тогда Извините А какой Я Интерпретатор Построил Энергичный Или Ленивый Как Это Проверить Ну Проверить То Можно Надо Написать Такую Программу Которая При Энергичном Вычислении Например Ломается А при Ленивом Вычислении Нет Потому Что Какие Аргументы Оказываются Там Функции По ним Оказываются Нестрогими Они В какой Это Не нужны Отбросятся И Все И Все Сработает Нормально Вот Если Я Напишу Такую Программу И Запущу Вот Этот Мой Построенный Интерпретатор Он Почти Полностью Построен За Исключением Каких Мелочей Типа Функции Эрити И Функции Интринсик И Запущу Вот Этот Построенный Интерпретатор Он Как Будет Работать Как Энергичный Или Как Ленивый Как Вы Думаете Как Ленивый Конечно Интерпретатор Ленивый И Именно Это Оказывается Здесь Определяющим Моментом Вот Так Мы Строили Интерпретатор Для Того Чтобы Понять Как Это Все Работает Мы Хотели Построить Энергичный Интерпретатор Для Того Чтобы Понять Как Работают Энергичные Вычисления Мы Все Написали Мы Очень Старались И В результате Получили Ленивый Интерпретатор Нехорошо Нехорошо В том Что Снова Ничего Не Ясно Оказывается Для Того Чтобы Понять Как Работает Этот Интерпретатор Нам Нужно Понимать Как Работает Хаскел Как Работает Интерпретирующий Механизм Оказывается Этот Интерпретирующий Механизм Который Мы Выбрали Язык Хаскел Слишком Сложный Он Слишком Сложный Для Того Чтобы С Его Помощью Можно Было Разъяснять как работает интерпретатор. Внутри самого механизма слишком много сложностей. Ну, вот то, является ли интерпретатор энергичным или ленивым, в основном определяется вот в этом уравнении, где я вычислял, как работает apply. И говорил, что вот здесь apply применяется вот к этим вычисленным значениям. Но до тех пор, пока здесь вот эта функция apply применяется к аргументам, которые, может быть, будут вычисляться позже, пока у нас механизм вызова функции ленивый, на самом деле я не уверен, что интерпретатор у меня энергичный. Если бы язык Haskell был бы энергичным, то это был бы, безусловно, энергичный интерпретатор. Ну, правда, в языке Haskell есть средство такого вот энергичного вызова. Можно сказать, вызовите вот эту функцию энергичным образом. Так что, если знать эти еще более сложные свойства интерпретирующего языка Haskell, то их можно применить для того, чтобы построить действительно энергичный интерпретатор. Интересно, другая проблема. А вот если инструментальный язык, на котором мы пишем интерпретатор, сам по себе энергичный, то тогда, оказывается, возникают новые проблемы. Одна проблема – это не все стандартные функции энергичные. Среди них есть ленивые. Обязательно. Например, IF – самый такой яркий представитель функции, которая просто не может работать в чисто энергичных вычислениях. Она обязательно вычисляет только свой первый аргумент – условия. А ZEN и ELSE – одно из двух вычисляется, а второе просто отбрасывается. Если мы всегда будем вычислять и ZEN и ELSE, мы наверняка сломаемся. Поэтому, если у нас на самом деле инструментальный язык энергичный, то кое-что нужно изменить при реализации вот таких вот неэнергичных функций. Второй момент – это реализация рекурсивного блока. Там мы явно пользовались ленивостью языка Haskell. Во всех остальных местах ничем таким не пользовались, а вот при реализации рекурсивного блока явно воспользовались. Если наш язык энергичный, то он зациклится в том месте, где мы образовывали такой циклический контекст. Это вторая сложность. Что касается IF, ну и всяких других таких вот функций, то, в общем, ну можно, скажем, ввести специальные конструкции для этого. Вот, скажем, для функции IF можно ввести специальную конструкцию. Конструктор IF, условие ZEN и ELSE. Новый вид выражения. Ну и, соответственно, написать уравнение для функции EL, которое вычисляет значение этого выражения. Скажем таким вот образом. Если мы хотим вычислить вот этот IF, то мы должны вычислить в заданном контексте условие. Если это есть то, что получилось logical true, в слабой заголовочной нормальной форме, то тогда вычисляем T. Иначе вычисляем E. Хочу обратить ваше внимание, что здесь опять мы определили семантику IF через IF. Написали здесь IF, ZEN, ELSE. И мы знаем, что в Хаскеле конструкция IF, ZEN, ELSE работает таким образом, каким нужно. Сначала вычисляет условия, а потом уже либо вычисляет то, что после ZEN, либо то, что после ELSE. Ну, если мы не очень хотим опираться на семантику IF, можем переписать чуть-чуть по-другому. Здесь немножко более понятно. Здесь хотя бы понятно, что функция EVAL применяется два раза. первый раз, когда вычисляется условие, а второй раз, когда в этом контексте вычисляется либо T, либо E. Ну, сами по себе T и E, их можно вычислить и оба сразу. Важно потом вот эту функцию EVAL один раз применить, либо к T, либо к E. Здесь мы, конечно, тоже опираемся на семантику IF, но уже не так сильно. Что касается зацикленного контекста, то тут вообще все очень сложно. Зацикленные такие вот списки, бесконечные списки, зацикленные списки не реализуются, в принципе, в энергичных языках. Это прерогатива ленивых языков. Вот такой контекст, который мы строили, не построить вообще никак в энергичном языке. Нужно как-то уходить от вот этой вот схемы. Нужно изобретать какие-то специальные встроенные функции, с помощью которых мы могли бы строить такого рода контексты. В чисто функциональном энергичном языке такие вещи не реализуются вообще. Значит, что касается строгих применений в ленивом языке, ну вот, например, как бы мы реализовывали все-таки энергичный интерпретатор в языке Haskell, то вот есть конструкция строгого применения. Вот есть операция доллар, это операция применить, бинарная операция, которая применяет левый оперант ко второму. Мы ею редко пользовались, хотя иногда мне присылали решение с применением этой операции. Функция применяется к аргументу. А есть вот такой строгий доллар, доллар с восклицательным знаком. Это значит, что перед применением аргумент надо вычислить. Ну, правда, что значит вычислить, тут это тоже не очень понятно. Насколько глубоко должно быть вычислено вот это выражение, прежде чем его передадут в функцию apply. На самом деле, не только в одном этом месте нужно будет сделать вот такие строгие применения. Там при применении встроенных функций, функции intrinsic тоже нужно будет сделать строгие применения, еще кое-где. В общем, там надо очень аккуратно пройтись по всему вот этому интерпретатору для того, чтобы он действительно стал энергичным. Пока что он вот не очень энергичный. Ну, чтобы уже все-таки сделать полностью интерпретатор до конца, допрограммировать, я все-таки покажу реализацию оставшихся функций. Ну, вот я напоминаю, что когда мы применяли сечение к аргументу, мы вызывали функцию intrinsic. Это функция, которая применяет встроенную функцию к списку вычисленных аргументов. Ну, скажем, как-то вот так будет выглядеть эта функция. То есть просто перечисляются все возможные примитивные функции, такие как плюс, минус, множить там и все прочее. И список аргументов ей дается, ну и вот говорится, что она должна сделать с этим списком аргументов, чтобы получить результат. Это функция, которая реализует дельта-редукцию. Ну и, наконец, в уравнении, где мы образовывали сечение, мы применяли функцию элити, которая вычисляла арность заданной встроенной функции, примитивной функции. Ну, опять точно так же, чтобы определить элити, нужно просто честно перечислить, какова арность всех функций. Вот если сделать такое дополнение, то вместе со всеми уравнениями, которые были представлены там вот на позапрошлом и предыдущем слайде, у нас получится полностью работающий интерпретатор, полностью работающая программа. Такая вот очень небольшая по объему. Ну, другое дело, что вот встает вопрос о том, какой это интерпретатор, ленивый или энергичный. Давайте вот напишем некий пример, простой пример. Скажем, вот на языке Haskell программа выглядела так. В ней определялась функция возведения в квадрат, и затем в интерпретаторе я вычисляю квадрат трех. Если перевести это на расширенные лямбда-исчисления, то у нас получится следующий блок. Блок, в котором определена функция возведения в квадрат, это простой блок, и затем вычисляется вот этот самый квадрат трех. Если представить эту программу в виде выражения типа экспор, у нас получится вот что-то в этом роде. Вот такая программа. Это блок, в котором определяется SQR. SQR сопоставляется с лямбда-выражением. В этом лямбда-выражении, в теле этого лямбда-выражения два раза применяется функция умножения. Сначала к одной переменной X, а потом результат к другой переменной X. Мы всегда говорили, функция звездочка имеет два аргумента, X и X. Фактически это означает двукратное применение функции. Сначала к X, потом еще раз к X. Ну и тело блока, в котором вот эта переменная SQR применяется к целому числу 3. Вот это внешний вид программы. Если мы хотим запустить интерпретатор, мы должны вычислить эту программу. То есть запустить интерпретатор на этой программе. Что получится? Интерпретатор запустит функцию eval, которая будет вычислять эту программу в начальном пустом контексте. Вот эта программа представляет собой вот такой вот блок. Поэтому мы смотрим на уравнение для блока и смотрим, как работает функция eval, если ее аргументом является блок. Блок с каким-то там идентификатором, выражением и телом блока. Ну, согласно уравнению, образуется замыкание, в котором SQR, вот этот идентификатор, связывается с телом и запоминается исходный пустой контекст. И вот эта вот функция, это вот замыкание применяется вот к такому аргументу. Аргументу, который сидел вот здесь внутри, в этом блоке. Функция apply. Да, ну я вот вычисляю аргументы функции apply в режиме такого энергичного вычисления. То есть сначала смотрю, что получится, когда отработает функция apply. Эээ, функция eval, вот здесь. Функция eval получит лямбда выражение и образует из него замыкание. В этом замыкании опять будет сидеть пустой контекст, который пришел оттуда. Итак, теперь одно замыкание применяется к другому. Оба замыкания, это уже выражение в слабой заголовочной нормальной форме, вызываем функцию apply. Функция apply образует новый контекст. В этом новом контексте идентификатор sqr связан с новым значением, вот с этим вот замыканием. И в этом новом контексте переменная sqr применяется к тройке. так, вычисляем apply в новом контексте. Прежде всего, это приводит к вызову функции apply. И опять, в этом контексте мы вычисляем значение функции, а это переменная sqr, и аргумент. Что касается аргумента, тут совсем все просто, какого бы ни был контекста, это уже выражение в слабой заголовочной нормальной форме, мы просто его и берем. Что касается вычисления значения переменной, то нужно взять значение этой переменной из контекста. В контексте значением этой переменной является вот это замыкание. Таким образом, следующий шаг, это опять же вот в режиме энергичных вычислений, вычислена функция значения переменной sqr, вот она, и вычислен аргумент, вот это целая тройка. Теперь мы применяем вот эту функцию, фактически sqr, к аргументу 3. к помощи функции apply. Функция apply образует новый контекст, в котором уже переменная x связана с этой тройкой. x получает значение 3, образовался новый контекст. И в этом контексте мы вычисляем тело. Ну, тело, как вы помните, это двукратное применение умножения к переменной x. Ну, в общем, и так далее. ничего нового здесь уже не будет. Потихонечку это все будет вычисляться. вычисление выражения apply приведет опять к вызову функции apply. Вот они постоянно чередуются, и вала apply, и вала apply, друг друга вызывают. Вычисление этой функции приведет к вызову функции apply. apply. В этом контексте вычисляется вычисляется значение функции значения аргумента. Значение функции приведет к образованию сечения. Перейдем на следующий слайд. Вычисление функции, вот той, должно привести к образованию сечения. А, ну, еще пока, еще пока не образовалось, потому что еще сначала мы вот эту функцию умножения получаем. Совсем тут ничего не видно, солнышко светит. Но ничего нового все равно уже на самом деле тут не появится, поэтому я так быстренько это дело прогоню. Вот образовалось сечение, слава богу, видно слово опер. Образовалось сечение из функции. Затем это сечение один раз применилось к тройке, и эта тройка запомнилась. А, ну, пока еще не запомнилась, пока еще мы только образовали вот это вот сечение с арностью двойка и пустым списком переменных. На следующем шаге аргумент интеграл 3 попадет в список уже вычисленных значений. И на следующем шаге, наконец, мы вызовем функцию intrinsic, которая и осуществит умножение. Интеграл 9 – окончательное значение при интерпретации. Ну, вот так вот это все работает. Какие выводы можно из этого всего сделать? Самый главный вывод такой. Кое-что можно понять, как работает интерпретатор, особенно если посмотреть вот примерно вот так вот, как происходит пошаговое вычисление. С другой стороны, интерпретация с помощью столь мощного языка, как язык Хаскел, затемняет многие стороны интерпретации. Становится непонятно, как на самом деле все происходит. Смысл интерпретации оказывается скрыт за конструкциями языка Хаскел. Так что, если мы хотим понять, как это все происходит на самом деле, нужен какой-то более простой механизм интерпретации. Такой более простой механизм интерпретации я предложу через некоторое время. У меня начнется глава номер 5, давайте сделаем маленький перерыв. Для того, чтобы семантику языка и семантику исполнения понять более точно, надо на самом деле, чтобы был более простой механизм. Более простой механизм интерпретации, чем вот такой сложный язык, как Хаскел. Можно пойти по такому пути. Сделать, изобрести абстрактную машину, простую, с простыми операциями и интерпретировать вот этой простой машиной. А для того, чтобы интерпретация шла нормально, нужно еще сделать компилятор, который бы компилировал исходный текст, исходное лямбда-выражение, исходное выражение в расширенном лямбда-исчислении в язык этой простой машины. Вот поэтому я буду сейчас говорить о том, что мы вместо того, чтобы писать интерпретатор, мы на самом деле определим компилятор. На самом деле, сам компилятор я особо сильно описывать не буду. Вместо этого я опишу простую интерпретирующую машину. А компилятор у нас будет почти тривиальным. простая машина в том смысле, что у нее четко определено, что зачем происходит. Определена четко последовательность шагов. Определена в этом смысле система команд. И эти команды можно описать простым и естественным и наглядным способом. чем проще такая машина, тем сложнее получается компилятор. Если наоборот компилятор очень простой, то машина получается чуть более сложная. Я здесь выбрал такой промежуточный вариант. Довольно простой компилятор, который почти ничего не делает. Почти что в исходном виде берет исходную программу и передает ее вот этой интерпретирующей машине. И довольно сложная интерпретирующая машина. Но все-таки достаточно простая для того, чтобы было понятно, что за чем происходит. И чтобы у нас не было проблемы с определением ленивая интерпретация получилась или энергичная интерпретация. По традиции я машину эту назову SECD машиной, потому что у нее будет архитектура похожая на SECD машину, которая была предложена Лэндином, такой вот Лэндин логик, который эту машину изобрел. Но у Лэндина была более простая машина. У меня машина чуть более сложная получилась, хотя и похожая по архитектуре. Так вот сначала мы опишем вот эту SECD машину. SECD машина называется так потому, что она содержит четыре регистра, как говорят. На самом деле эти четыре регистра это четыре списка фактически. Мы будем их описывать как списки. Первый регистр это стек. Стек, который будет содержать промежуточные значения значения при вычислениях. При энергичных вычислениях он будет содержать слабые заголовочные нормальные формы, то есть вычисленные значения. В этом смысле вот эта SECD-машина это стековая машина. Она все вычисления производит на стеке. Для того, чтобы выполнить некое действие, она аргументы загружает на стек, а потом выполняет это действие над значениями из стека и результат действия снова записывает в стек. Так что это классическая стековая машина. Второй регистр E это Environment на самом деле это ровно то же самое, что в нашем интерпредаторе называлось контекстом. Environment содержит контекст. Вот здесь как раз я немножко отличаюсь от Lending у него контекст более имеет более сложную структуру, но более простой по сути. У меня вот этот контекст в точности такой же, как мы использовали при интерпретации. Третий регистр регистр C регистр управления или Control содержит последовательность команд. Команды могут быть более или менее простыми. У меня в качестве команд будут выступать сами выражения, подлежащие вычислению. Просто потому, что такая команда будет определяться конструктором. Фактически конструктор выражения определяет, что нужно сделать, какую команду нужно выполнить. Правда, кроме этих выражений у меня будет несколько еще дополнительных команд, вспомогательных. То есть все-таки некоторые сложные команды я буду разделять на более простые. Наконец, последний регистр D, регистр Dump, регистр, который будет содержать промежуточные состояния машины при процедурных входах и выходах. То есть если вызывается какая-нибудь функция, то состояние машины, которое было перед входом в функцию, запоминается в этом вот дампе. Когда мы выходим обратно из функции, состояние машины восстанавливается из дампа. Таким образом, это некий такой вспомогательный регистр, служит для того, чтобы сохранять некоторые промежуточные состояния целиком всей машины. По существу состояние машины определяется первыми тремя регистрами, четвертое это вот такое хранилище. Итак, машина сама, извините, здесь опечатка, вместо слова data везде надо читать слово type. Это, конечно, не новые типы данных, это просто определение новых идентификаторов. type stack stack это есть последовательность выражений находящихся в слабой заголовочно-нормальной форме. Вот идентификатор WHNF это weakest header normal form слабая заголовочно-нормальная форма. Это выражение находящееся в слабой заголовочно-нормальной форме. Здесь я уже различаю собственно выражение находящееся в СЗНФ и команды environment это так же как и раньше список пар ассоциативный список где переменным сопоставляются некие значения типа слабая заголовочно-нормальная форма. Регистр управления это список команд которые выполняются последовательно и наконец dump это список состояний где каждое состояние содержит вот эту тройку из стека среды и регистр управления. Все вот это вместе и образует машину. То есть я говорю что состояние машины определяется значениями вот этих четырех типов вот этой вот четверкой. Команда команда это исходное выражение именно само исходное выражение и вызывает исполнение той или иной команды поэтому набор команд на самом деле ровно тот же самый что у нас был при написании интерпретатора. Ну единственное что здесь я сразу же явно включил команду if потому что я тоже буду делать такой энергичный интерпретатор по крайней мере сначала в энергичном интерпретаторе без команды if обойтись сложно. В остальном это то же самое что только что было в интерпретаторе. когда мы писали интерпретатор я говорил что некоторые из этих выражений фактически уже находятся в слабой заголовочно нормальной форме. Но иногда мы все-таки переводим в какую-нибудь другую форму. Например функцию мы переводили в сечение лямбда выражение переводили в замыкание. Здесь я любое выражение в слабой заголовочно нормальной форме буду переводить в специальный вид. И для этого заведу вот этот самый тип данных слабая заголовочно нормальная форма который будет представлять только выражение находящееся в слабой заголовочно нормальной форме. И это будут опять же константы целое или логическое замыкание и сечение. То есть здесь я вот разделил эти две вещи команды и окончательно вычисленные выражения находящиеся в СЗНФ. Для того чтобы описать как работает машина нужно описать как исполняются команды. Собственно говоря нужно описать ее поведение а поведение это состоит в следующем. Мы берем первую команду из списка анализируем ее исполняем исполнение состоит в том что каким-то образом преобразуется состояние в этом новом состоянии я снова беру следующую команду из списка и снова ее исполняю это чисто последовательное исполнение и именно поэтому оно не допускает никаких других толкований тут уже не важно у наш интерпретатор энергичный или ленивый если мы говорим о последовательном исполнении то всегда все эти действия исполняются строго последовательно я правда опишу этот работу этого интерпретатора на функциональном языке ну я мог бы наверное описать эту работу на каком-нибудь другом языке более подходящим для этого для описания последовательных процессов но поскольку я уже начал тут все типы данных описывать на Хаскеле то я уж и этот последовательный процесс тоже опишу на Хаскеле опишу я его в виде функции которая состояние машины четверка вот это вот преобразует в новое состояние когда я говорю что исполняется один шаг то могу говорить что вот состояние S E C D преобразуется в состояние S' E' C' D' E' E' введу для описания процесса переходов функцию под названием E' 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 То есть фактически она описывает, каким образом по каждому состоянию получается следующее состояние, и затем применяет рекурсивно себя к этому новому состоянию. До тех пор, пока не будет обнаружено заключительное состояние, до тех пор, пока машина не перейдет в конечное состояние. То есть в основном все уравнения для этой функции будут иметь вот такой вид. То есть если я имею состояние S, E, C, D, то я выполняю один шаг, преобразуя его в состояние S'E', C'D', и затем к этому новому состоянию применяю эволюид. В случае же, если я обнаруживаю, что вот это состояние заключительное, то тогда последнее уравнение записывается просто таким вот образом. Заключительное состояние является результатом работы этой функции. Такое описание, с одной стороны, вроде бы и функциональное, с другой стороны, на самом-то деле, это описание последовательного процесса. Каким образом одно состояние переходит в другое состояние. Интерпретатор на самом деле работает следующим образом. Он берет исходное выражение в качестве команды и вычисляет его, то есть получает выражение в слабой заголовочно-нормальной форме. Результат работы. Этот результат получается следующим образом. Я сначала образую начальное состояние S'E'C'D' машины. Вот оно. В этом начальном состоянии стэк пустой, контекст пустой, список команд содержит единственную команду, вот ту, которую нужно исполнить, вычислить ее результат. Ну и дамп, естественно, тоже пустой. После этого я запускаю функцию evaluate. В результате преобразований образуется состояние машины, заключительное, в котором результат работы команды, ну как в любой стэковой машине, образуется на вершине стэка. И фактически в конце я получаю состояние, в котором на вершине стэка находится результат. Первый элемент. Ну, собственно, он будет единственным. У меня чистые вычисления, поэтому стэк будет содержать единственный элемент, вот этот вот результат. Ну и этот результат и будет считаться результатом интерпретации. Ну вот. Теперь я готов описывать работу этой S'E'C'D' машины. Прежде всего, действительно, некоторые из исходных команд представляют собой уже выражение, находящееся в слабой заголовочно-нормальной форме. Если это так, то такая команда преобразуется в соответствующее выражение вида слабая заголовочно-нормальная форма и перегружается на стэк. То есть, вообще говоря, исполнение каждой команды состоит в следующем. Я беру команду, исполняю ее, получаю результат и этот результат выкладываю на верхушку стэка. Например, если у меня командой является просто целое число, тогда это целое число берется, преобразуется в соответствующую слабую заголовочно-нормальную форму и кладется на верхушку стэка. Сама команда из списка команд убирается, ну понятно, что и контекст, и дамп остаются такими же, какими и были. Раз тут ничего не делается, никаких преобразований контекста, естественно, не происходит. Ну и то же самое со всеми остальными выражениями, которые по существу уже находятся в СЗНФ. Логическое значение тоже просто преобразуется в эквивалентный вид и кладется на стэк. Лямбда выражение, из него образуется замыкание, в это замыкание добавляется контекст, е, как и раньше, и это замыкание складывается на стэк. Если у меня есть примитивная функция, то из нее образуется сечение, опять по тем же самым правилам. Ну и, наконец, если у меня в качестве команды выступает переменная, то из контекста е извлекается значение этой переменной и кладется на стэк. Это вот набор уравнений, которые показывают, как работают простые команды, когда, собственно, делать-то нечего. Надо просто взять уже готовое выражение и переложить его на стэк, чуть-чуть изменив форму этого выражения. Ну давайте еще посмотрим на команду if. Чуть более сложная команда. Она будет выполняться в несколько этапов. Если на верхушке списка команд находится команда if, то мне нужно прежде всего вычислить вот это условие. Для того, чтобы его вычислить, я его выложу в список команд в начало, в начало списка команд. Я перекладываю это условие в начало списка команд. А части then и else оставляю под этим выражением в виде специальной команды, команды выбора. Эта команда выбора будет делать выбор, исходя из того, какой будет результат вычисления вот этого условия. Вот таким образом мне понадобится еще одна такая вспомогательная промежуточная команда. Это не последняя команда, которая мне понадобится еще дополнительно. И я буду вводить эти команды по мере необходимости. И, соответственно, дополнять определение, что такое команда. Добавляя туда еще дополнительные какие-то конструкторы. Ну, понятно, что в этом состоянии, в новом, будет прежде всего вычислено значение вот этого условия. И это значение в виде логического значения true или false будет положено на верхушку стека. Поэтому к тому моменту, когда моей первой командой будет команда select, ситуация получится такой. На верхушке стека находится либо значение истина, либо значение ложь. И первой командой является команда select. То есть команда select всегда исполняется в ситуации, когда на верхушке стека находится либо истина, либо ложь. Если находится истина, то команда select на самом деле просто берет вот эту часть the, а часть else выкидывает, а если там находится false, тогда мы берем наоборот часть else, а часть the выкидываем. Таким образом, команда select тоже свою часть оставляет в начале списка команд и убирает логическое значение вот это вот с верхушки стека. Ну вот, как видим, команда if исполняется в несколько этапов. Ну, поскольку select новая команда, то мы должны дополнить список команд вот этой вот новой командой select. Дальше. Это все были достаточно простые команды, которые не требовали никаких, никакой работы с контекстом, фактически. Они все работали в одном и том же контексте. Более сложные команды – это команды работы с контекстом. Команда apply, которая применяет функцию к аргументу. Поскольку у нас энергичный вычислитель, то, как я уже и говорил неоднократно, нужно вычислить значение функции и аргументу, и аргументу, а потом уже делать, собственно, применение. И вот здесь это выражено совершенно явно. Как работает команда apply? Она на самом деле разбивает эту команду на три. Команду f, команду a и еще одну специальную команду app, команда применить. И выкладывает их на стек. Для вычисления. Ну, что сначала вычислять, а что потом, на самом деле, примерно все равно. Мне удобнее сначала вычислить аргумент, а потом функцию. Просто потому, что они тогда в таком порядке будут уложены на стек. На верхушке стека окажется значение функции, а под ним значение аргумента. Но на самом деле это все равно. После того, как будут вычислены аргумент и функция, только после этого будет работать команда app. Это новая команда, которая должна быть добавлена в список команд. Это конструктор без аргументов. Такая команда без операндов. Как работает команда app? Понятно, что она будет работать в ситуации, когда на стеке, на верхушке стека, находится либо сечение, либо замыкание. Под верхушкой стека следующим элементом будет аргумент. Тоже некоторые выражения в слабой заголовочной нормальной форме. И вот команда app должна будет исполниться. Ну, давайте сначала разберемся с сечением. На самом деле тоже все очень похоже на то, как это происходило в EvalApply-интерпретаторе. Если это уже последний аргумент, вот этот поступил, то я применяю функцию intrinsic. И эта функция intrinsic применит функцию f к списку аргументов, и результат положит на верхушку стека. Если это не последний аргумент, то я образую новое сечение на верхушке стека, в котором есть новый список аргументов, а количество требуемых аргументов уменьшено на единицу. Все, как и раньше происходит. Единственное только что, ну, вот тут происходит такое перемещение внутри стека, изменение списка команд, ну, и команда app, естественно, и список команд после этого убирается. Случай замыкания. Ну, вот в случае замыкания надо работать с контекстом. На верхушке стека находится замыкание. Под ним аргумент. Для того, чтобы вызвать функцию, сделать бета-редукцию, мы полностью образуем как бы новую машину. Новая машина специально для выполнения тела функции. Старое состояние, которое было до момента вызова функции, запоминается в дампе, и образуется новая машина. Как это работает? Вот образуется полностью новая машина. В этой машине формируется новый пустой стек. Контекст берется из замыкания, и к нему добавляется новая пара, в которой x связывается с аргументом. Это вот пополненный контекст. Контекст, который пополнен вот этой новой парой. Список команд полностью образуется заново. В него записывается тело функции из замыкания. А в дамп записывается старое состояние. Старый стек, старый контекст и остаток списка команд. После этого на этой новой машине запускается снова команда Evaluate. Команда Evaluate должна работать таким образом, что когда полностью исчерпается список команд, выполнится тело. В этот момент она должна посмотреть, а не находится ли в дампе какое-нибудь старое состояние. И если находится, то это означает, что нужно сделать выход обратно из функции. Восстановить это старое состояние. И поэтому еще одна команда, это команда, как работает машина, если список команд пуст, а в дампе что-то находится. В этом случае нужно производить возврат из функции. Возврат из функции происходит следующим образом. У нас вычислен результат работы функции. Вот он находится на стеке. Вот эта новая машина вычислила результат, и этот результат находится на вершине стека. Я перекладываю этот результат в старый стек, добавляю его к S, и восстанавливаю исходное состояние. После чего продолжаю работу. Значит, вот семантика исполнения вызова функции. Для того, чтобы вызвать функцию, мы образуем новую машину, записываем туда новый контекст, а после того, как функция вычислит значение, мы это значение передаем обратно вместо вызова. В то место, где функция запускалась. В ту ситуацию, когда исполнялась команда АПП. Это вполне соответствует тому, как это все работает в обычных языках, в обычных машинах. Разумеется, в случае простого блока все происходит совершенно так же, как и в случае вот этого образования замыкания. И для вычисления простого блока тоже просто образуется некая новая машина. Ну, сначала, если мы имеем вот такой блок лет, то опять нужно его вычислять в два этапа. Сначала вычислить вот это выражение, причем вычисляется оно в старом контексте, вот в этом вот, в среде Е. После чего можно образовать новую связь, новый контекст и вычислять вот это значение body уже в новом контексте. На самом деле, даже здесь не обязательно образовывать новую машину, потому что здесь вот такой вот сложной работы с контекстами нету. Здесь контекст не преобразуется. Но уже для общности, давайте я все-таки сделаю это так, как это было сделано и для случая замыкания. Итак, сначала, на первом шаге, мы разбиваем на две команды. Одну команду, это, собственно, вычисление вот этого выражения exp, другая команда, это еще одна новая команда, LAPP. Так сказать, применение блока лет. Эта команда, LAPP, работает следующим образом. Она связывает x аргумент с вычисленным значением аргумента, добавляет эту пару в контекст Е и образуем новую машину с новым пустым стеком, с вот этим вот контекстом, который по существу тот же самый. И в качестве команды записываем сюда тело. В DAMP записываем старое состояние. Эта машина точно так же отработает, вычислит тело, и когда команда эта будет исполнена полностью, вернется как будто бы из функции в старое состояние. Это вот один из вариантов вычисления простого блока. Еще раз повторюсь, что можно было бы обойтись и без образования новой машины и запоминания старого состояния. Здесь работа с контекстом не столь сложная. Сделал я, тем не менее, это таким образом, потому что работа эта похожа на то, как будет все происходить в случае рекурсивного блока. Но вот там уже работа получается более сложная. Давайте посмотрим, как изменялось состояние, когда мы вычисляли простой блок. И затем попробуем посмотреть, что же получится, какая разница получается в том случае, когда мы вычисляем значение рекурсивного блока. Итак, простой блок. Вот у нас было некое состояние стека, некий контекст, и в качестве первой команды выступал простой блок. На первом шаге это состояние изменилось следующим образом. Мы просто преобразовали команду, разбили ее на две части. Больше на самом деле ничего не изменилось. На следующем шаге было вычислено значение выражения EXP, и это значение EXP' положено на верхушку стека. Вот это новое состояние. Теперь исполняется команда LAPP. Эта команда образовала новую машину. Причем выражение EXP связалось с переменной X и попало в контекст. Потом мы образовали список команд, состоящий только из тела, а старый список команд и старый стек записали в Dump, ну, вместе с контекстом. После этого исполнялась вот эта команда тела. И вычислилось значение этого тела. Значение этого тела было положено на стек в качестве единственного элемента. Список команд оказался пустым. В Dump'е есть сохраненное состояние. И на следующем шаге значение тела наконец попало в стек. И мы получили окончательное состояние, которое, в общем, соответствует тому, что мы и хотели сделать. То есть вот было начальное состояние, мы хотели вычислить значение этого блока и это значение положить на стек. Ну, вот это, собственно говоря, и получилось. Значение блока уложено на стек, а сама команда исчезла из списка команд. Вот такова была последовательность изменения состояний, ну, некоторые промежуточные этапы изменения состояний при вычислении простого блока. Что изменится, если мы будем вычислять рекурсивный блок? Рекурсивный блок имеет чуть более сложную структуру. Это целый список переменных x1, x2 и так далее, xn, связанных со значениями e1, e2 и так далее, en. Разница состоит в том, что для вычисления значений e1, e2 и так далее, en, ну, например, в обратном порядке, требуется вычислять их уже в новом контексте. То есть мы должны образовать новый контекст, в котором уже содержатся переменные x1, x2 и так далее, xn. Другое дело, что непонятно пока, с чем их связывать. Значения у этих переменных пока нет. Они должны образоваться после того, как мы вычислим вот эти вот значения e1, e2 и так далее, en. Рекурсивный блок должен работать таким образом, чтобы вычисления вот этих выражений e1, e2 и так далее, en не зависели бы от того, какие конкретно значения имеют переменные x1, x2 и так далее, xn. Только тогда это все будет работать правильно. Ну, по крайней мере, для энергичных вычислений. Поэтому я сюда в этот контекст запишу вот такие специальные вопросительные значки. Это значит неопределенное значение. Если вдруг в какой-то момент интерпретатор обнаружит такое неопределенное значение, то это ошибка. То есть если мы попытаемся использовать это значение, то это ошибка. Использовать его нельзя. Ну, а так все очень похоже на то, как это было в простом блоке. Вот единственное, что контекст такой более сложный получился. А так я тоже разбил его на части, вычислив сначала... Сначала буду вычислять вот эти вот значения, e1, e2 и так далее, en, а потом тело с помощью специальной команды lr-up. После того, как e1, e2 и так далее, en вычислены, их значения появятся на стеке. Контекст будет все тем же самым. Вот он. И мы должны исполнять команду lr-up. На самом деле, поскольку блок рекурсивный, то скорее всего, внутри вот этих выражений e1, e2 и так далее, e, после вычисления, там появятся какие-нибудь замыкания, которые будут содержать ссылки на вот этот вот контекст. Теперь мы должны окончательно сформировать этот контекст. Мы должны поместить вот эти значения, e1' e2' en' сюда, на место вот этих вопросительных значков. То есть, команда lr-up должна окончательно сформировать контекст. И после этого запустить машину для вычисления тела. То есть, следующая ситуация должна оказаться вот какой. В этот вот контекст вместо вопросительных знаков помещаются вот эти выражения. Это циклический контекст в том смысле, что внутри выражения e1' e2' и так далее могут быть ссылки на тот же самый контекст. Там, наверное, будут какие-нибудь замыкания, внутри которых содержится сам вот этот контекст. Поэтому здесь делается нефункциональное действие. Здесь не формируется новый контекст из старого. А в старом контексте вместо вопросительных значков записываются конкретные значения. Это присваивание. Это изменение значения. То, чего в функциональном программировании на самом деле сделать нельзя. это функциональное описание не очень хорошо подходит для описания поведения SACD машины. Но я все-таки вот специально говорю об этом исключении. Вот это вот то самое место, где на самом деле функциональное описание не очень адекватно. после того, как вот это все получено, сформировалась новая машина, запомнилось состояние, дальше все происходит обычным образом, как и в случае простого блока. тело вычисляется в этом новом контексте, его значение помещается на верхушку стека, из списка команд оно исчезает, и потом происходит возврат, где результат кладется на верхушку стека. Вот это та последовательность, которая должна исполняться при вычислении рекурсивного блока. Отсюда понятно, каковы должны быть уравнения. В этих уравнениях будет присутствовать одна псевдофункция. Функция, которая на самом деле исполняет присваивание, которая записывает значение E1'E2'E'N' в этот вот контекст. Ну, я вот напишу уравнение функции Evaluate для исполнения команды LettreLeg. Итак, если у меня есть список пар и тело, то первым делом я этот список пар разделяю на список переменных и список выражений, из имен формирую новый контекст. Из каждого имени образую пару имя-вопросительный значок. А список выражений переворачиваю и дописываю и дописываю к списку команд и формирую команду LR-Up. Ну, так, чтобы у меня как раз образовалось вот то состояние, которое получилось после исполнения вот на первом шаге. Итак, я образовал новый список пар, добавив его к контексту, и этот новый список пар образован из списка имен просто дописыванием к каждому имени вопросительного значка. Так, хорошо. Теперь как работает команда LR-APP? Команда LR-APP работает следующим образом. Она берет из стека первые N значений N – это длина исходного списка. Сколько надо значений взять? И записывает их вместо вопросительных значков вот сюда, вот, в контекст E. Это делается с помощью такой вот псевдофункции replaceWillius, которая берет N значений со стека и записывает их в контекст. Эта функция, которую описать на функциональном языке невозможно, потому что она делает присваивание. Она заменяет значения вопросительных значков в контексте на конкретные выражения. Ну, а дальше-то все понятно. Образуется новая машина, в нее записывается тело, убирается N значений со стека, N пар из контекста. Это вот старое состояние, которое нужно запомнить в дампе. Мы его там запоминаем. ReplaceWillius – это функция, которая поступает следующим образом. Она берет первые вот эти N пар, там содержатся ссылки на вопросительные значки. Это переменные, в которых содержались вопросительные значки. И заменяет вопросительные знаки на вот эти первые N значений. Получается вот такая ситуация. Это результат работы псевдофункции ReplaceWillius. Ее нельзя описать функционально, потому что все функции в функциональных языках формируют новые значения. Несложно сформировать новые пары, но это будут новые пары. А это нам не годится, потому что внутри вот этих вот выражений E1, E2 и так далее, и N содержится ссылка именно на этот контекст. Нам нужно образовать циклический контекст. Ну вот. Так что вот это можно только вот нарисовать в таком вот виде в виде ссылок, как это все происходит. Мы реализовали энергичную SACD машину. Правда, мы ее описывали в основном на языке Haskell, и кое-какая ленивость все равно здесь будет присутствовать, хотя и в значительно меньшей степени, чем в нашем интерпретаторе. Например, функция intrinsic описана как обычная функция, ленивая. И когда у меня начинают вычисляться значения функции intrinsic, и я говорю, что вот на стек кладется результат выполнения этой функции, то на самом деле сама эта функция будет вычисляться только в тот момент, когда мне потребуется вот это значение окончательное. Вот в отличие от функции evaluate, которая описана как исполнение последовательности шагов, функция intrinsic описана как обычная функция. Ну, так что, если мы хотим получить действительно энергичный интерпретатор, то вот нужно внести изменения в саму эту функцию intrinsic. Это энергичная машина. Хорошо, а если мы хотим построить ленивую SSD машину, что мы должны будем изменить? Вот здесь, да? У нас получился ленивый, просто я хочу здесь на самом деле более четко выразить, вот где есть ленивость, где есть энергичность, то есть просто более ясно показать, там это все зависит от свойств языка Хаскел. Здесь от свойств языка на самом деле почти ничего не зависит. Я хочу описать ленивость в независимом языковиде, посмотреть вот как это будет выглядеть. Ленивость состоит в том, что определенные значения не вычисляются сразу, не кладутся на стек, а их вычисление задерживается. Поэтому для того, чтобы вот это все вот так вот показать, в какую последовательность что происходит, нужно ввести еще одно новое понятие, понятие задержанного вычисления. Это выражение, которое будет вычислено при первом обращении к нему. На самом деле оно немножко похоже на замыкание. Фактически с помощью функций можно реализовать в энергичном языке ленивые вычисления. Для этого достаточно все те выражения, которые нужно задержать, оформить в качестве тел функции и вызывать эту функцию только в тот момент, когда понадобится нужное значение. Что-то похожее мы сделаем и здесь. Ведем специальное понятие задержанное вычисление. Это выражение, которое запомнено где-то, нечто вроде замыкания. Дополним список выражений в слабой заголовочно-нормальной форме вот новым конструктором дилей. Дилей это команда с запомненным контекстом. Для того, чтобы вычислить выражение, нужно запомнить контекст, в котором оно будет вычисляться впоследствии. Поэтому это действительно нечто вроде замыкания. Так же, как и в случае замыкания, я добавляю к команде контекст. Ну, только здесь нет никакой переменной, которая была в лямбде выражения, это просто любая команда, любое выражение, оно просто задерживается. Но вот контекст запомнить надо. Далее, когда я вызываю функцию, когда я исполняю команду apply, то есть применяю функцию к аргументу, мне нужно задержать вычисление аргумента до момента первого к нему обращения. Поэтому вместо того, чтобы положить аргумент на стек и сразу же его вычислять, я образую задержку. То есть вот эту команду дополняю текущим контекстом и в виде вот такого задержанного выражения кладу на стек. Тогда аргумент выполняться в этот момент не будет. После этого, как обычно, будет вычисляться значение функции и будет исполняться команда АПП. Эта команда АПП, как и раньше, образует новый контекст, и в этом контексте с переменной свяжется вот это задержанное значение аргумента. Таким образом, в контекст попадут задержанные значения, в контекст попадут вот эти команды недовычисленные. в каком случае нужно действительно производить собственно вот это вычисление. Ну, мы знаем, что на самом деле вычисление фактически производится тогда, когда у нас появляется аргумент встроенной функции. Когда мы хотим выполнить встроенную функцию и ее аргументом является задержанное значение, то мы должны его вычислить. поэтому если применяется сечение, выполняется команда АПП и на верхушке стека находится сечение в качестве функции, то мы смотрим, что если аргументом является задержанное выражение, то в этот момент нам нужно инициировать его выполнение. Когда задержанное выражение появляется в качестве аргумента примитивной функции, его нужно вычислять. Для того, чтобы его вычислить, ну, понятно, образуется опять же новая SACD-машина, потому что у нас есть новый контекст, в котором что-то нужно вычислить. Я образую новую SACD-машину с новым пустым стеком, с новой средой, с этой командой, все как и раньше. Единственное, что мне нужно запомнить еще и вот эту функцию. Я ведь вычисляю только вот этот аргумент, а потом к вычисленному значению аргумента мне снова надо будет применять вот эту функцию. Поэтому вот сюда в dump я кладу не просто S, E, C, а вот просто вычеркиваю аргумент, а верхушку стека оставляю. Кроме того, возврат тоже должен выполняться специальным образом, потому что вычисленное значение, когда я вычислю значение этой команды, мне тоже нужно будет подсунуть вот сюда. Поэтому это особый dump. Его нужно как-то еще тоже специальным образом пометить. Ну, вот здесь я его красным цветом просто выделил. На самом деле это вот такое помеченное состояние. В тот момент, когда машина видит, что команд больше нет, и значит пора возвращаться из функции и восстанавливать старое состояние, и видеть, что это специальное помеченное состояние, то она поступает чуточку по-другому. Она вот этот результат, который находится на вершине стека, переносит не на вершину стека вот сюда, а под вершину стека, после вот этой функции. И таким образом снова образуется та же самая ситуация, которая была перед выполнением вот этой команды АПП. Обратите внимание, что команда АПП тоже восстанавливается. Здесь вот. И просто повторяется команда АПП. только теперь уже результат вычислен. На самом деле значением вот этим вычисленным вообще говоря, может снова оказаться задержанное выражение. задержка может наложиться на задержку, если мы несколько раз передавали функцию значения. В этом случае снова запустится тот же самый механизм, снова задержанное выражение будет вычисляться, и снова вычисленное значение извлечется, и вот мы сюда его положим, и снова будем применять команду АПП. И так до тех пор, пока этот аргумент не окажется уже не задержанным, ну и тогда в этом случае будет все стандартно работать, как и раньше. Вот я описал механизм работы SACD машины в случае ленивой реализации. Как видим, у меня здесь нет ссылки на то, что язык Хаскел ленивый или энергичный, мне это примерно все равно. Ну некоторые мелочи там в общем зависят от того ленивый это или энергичный язык. Но в основном все вот то, что здесь описано никак не зависит от инструментального языка. Потому что сама вот эта интерпретирующая машина описана очень четко и подробно. А компиляция, про которую я упоминал в начале, на самом деле никакой здесь не нужна. Здесь вот эта сама команда сразу просто попадает в эту машину и начинает интерпретироваться. Здесь компиляция не нужна. В классической SACD машине происходит некоторая компиляция. Эта компиляция заключается в основном в том, что имена переменных преобразуются в так называемые адресные пары. Но я не собираюсь эту идею развивать. Если хотите почитайте книжки по функциональному программированию, вы там увидите, что такое SACD машина на самом деле, более низкого уровня. Она действительно требует некоторого предварительного преобразования программы компиляции перед тем, как будут исполняться команды. И команды там более примитивные, более простые. У меня здесь команды более сложные. Ну вот. Опять же, здесь у меня почти все описано, но это не совсем ленивые вычисления. Это вычисление, когда вот эта вот задержка вычисляется каждый раз, когда к ней происходит обращение. Я уже говорил, что когда мы вызываем функцию, задержанный аргумент может попасть в контекст. На самом деле, если это задержанное вычисление вот в этой схеме будет извлекаться из контекста, то оно каждый раз будет перевычисляться. Это не совсем ленивые вычисления. Эффект вычисления будет тем же самым. Но в настоящих ленивых вычислениях все-таки такое вычисление происходит только один раз. Как этого достичь? Ну, опять же, на чисто функциональном языке это не описать. На самом деле, достичь этого можно следующим образом. Сейчас, нет, давайте я уже договорю. Все задержки такого рода помещаются в специальное место. И каждый раз, когда вычисляется результат, в тот момент, когда вот этот результат передается вот сюда, этот результат еще и записывается на место самой вот этой задержки. То есть, на самом деле, здесь фактически присутствует не само вот это выражение, а ссылка на некоторое место в памяти, где хранится задержка. И в тот момент, когда это значение будет вычислено, это значение должно помещаться туда, вот на это место в памяти. Вот тогда это будут действительно ленивые вычисления настоящие. В ленивых вычислениях чуть по-другому происходит и вычисление рекурсивного блока. Опять же, здесь я могу построить вместо вопросительных значков просто построить задержки. И это будет совершенно адекватная вещь. В ленивых вычислениях я могу написать что-то типа n присвоить n плюс 1. Ну, не n плюс 1, но, по крайней мере, мы строили циклические списки в ленивых вычислениях, и, в общем, это ничему не мешало. Поэтому в ленивых вычислениях просто неопределенные значения записать нельзя. Но задержанные выражения записать можно. Поэтому, когда я буду строить пары в новом контексте, я на самом деле буду вместо вопросительных значков записывать задержанное значение вот этого выражения, того же самого выражения новый контекст, вот этот. В этом новом контексте задерживается вычисление выражения V. И это, на самом деле, совершенно адекватная модель. Если действительно это значение понадобится, оно будет вычислено. Но оно будет вычислено только в тот момент, когда оно действительно понадобится. Ну, что можно сказать, какие выводы можно сделать. SSD машина более адекватный механизм для описания последовательных вычислений. И более простой механизм, чем интерпретатор такой, как Eval Apply. Поэтому с помощью подобного механизма SSD машины или чего-то подобного удобнее описывать последовательную работу при интерпретации. В SSD энергичном языке SSD машина очень хорошо реализуется. В ленивом языке там надо кое-что подправлять чуть-чуть для того, чтобы все-таки SSD машина действительно была бы энергичной, по-настоящему энергичной. Но в общем и целом мы почти не зависим от того, какой инструментальный язык, ленивый или энергичный. Зато если нам требуется реализовать ленивую SSD машину, то тут уже наоборот потребуются некоторые усилия. Всякие там специально помеченные дампы, задержанные вычисления, это уже такой вот серьезный механизм, который зато показывает, как на самом деле можно реализовать ленивые вычисления. ленивые 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 ленивые